Что на витрине, то и в магазине Это не повод для знакомства Как вам такая модель женского поведения? Она ведет себя совершенно нормально Гиперсексуальность Неразборчивость при выборе сексуального партнера Повышенная либидо Стремление в этой жизни попробовать все Сейчас нимфомания широко распространена среди современных женщин Сохранение девственности до брака Воздержание от секса, чистота и целомудрие Есть девушки, которые выбирают для себя именно этот путь Хотя что уж скрывать Таких представительниц прекрасного пола Не очень много в нашем современном обществе Это программа «Чат девчат» и ее ведущие Алена Сединина и Оля Найс Сегодня мы поговорим на тему Девственность и нимфомания Я бы хотела сразу в самом начале Программы представить наших дорогих экспертов Евгения Гумовская Это сексолог К нам сегодня пришел Владимир Шевченко Любвиолог Поприветствуем Владимир Андронаки, журналист И звездный гость Максим Фролов Он певец, музыкант и ведущий мероприятий И конечно мы не можем обойтись в нашей программе Без специалиста в сфере фэшн, стиля, моды и красоты Наш эксперт Виктория Визажист Сегодня она подготовит для нас модель И сделает для нее макияж Чтобы каждая девушка, глядя на эту представительницу Прекрасного пола перед собой Знала, что перед ней стоит настоящая львица И эта львицей сегодня у нас будет Ирина Наша модель Стиль ведущих от сервиса проката платьев Наталья Кравчук Ну и перед тем, как мы начнем наше обсуждение Я предлагаю посмотреть видеоролик Для того, чтобы понять, что мы здесь в нашей программе Не ставим никаких диагнозов и штампов Внимание на экран Чаще всего гиперсексуальность проявляется у подростков В пубертатный период Но нимфомания характерна для людей разного возраста Для удовлетворения своих инстинктов Таким представительницам прекрасного пола Зачастую неважно, как выглядит их избранник Они не обращают внимания на пол человека Его возраст, внешние данные, характер Положение в обществе и социальный статус В то же время нимфомания может проявляться Как повышенная либидо В этом случае женщине просто нужно больше секса Чем большинству окружающих Нимфомания — это патология Характеризующаяся большим желанием секса женщины Но отсутствием устойчивого удовлетворения после При этом гиперсексуальность — это когда женщина хочет много секса И это характеризуется ее сильной половой конституцией И высокой потребностью в этом Итак, дорогие эксперты Мы сегодня с вами будем говорить о повышенном либидо И гиперсексуальности у женщин Я думаю, самое время познакомиться с нашей героиней Светланой Меня зовут Светлана Мне 31 год Первая моя специальность — менеджер социокультурной деятельности Сейчас я основательница клуба спорта, здоровья, красоты, досуга и творчества Увлекаюсь саморазвитием и делюсь своими знаниями и опытом с женщинами Люблю секс и считаю в мире высоких технологий в 21 веке Хранить детственность до брака — это, прямо говоря, бред До официального брака необходимо попробовать ни одного мужчину Прочувствовать его полностью Секс — это одно из главных в семейной жизни, в браке Нужно понять, что важно в сексе И для гармоничной семьи необходим тандем В постели в первую очередь Если сексуальные партнеры не подходят Естественно, партнеры в активном сексуальном поиске И случается разрыв связей, могу сказать, на собственном опыте Светлана, проходите к нам Здравствуйте, Светлана Но сразу вопрос в лоб Сколько у вас было партнеров? Ой, девочки, честно признаться На досуге с подругами мы писали списки Знаете, как пишешь на бумажке, заворачиваешь, скидываешь, чтобы не видели, кто написал Лист А4 был Свет, вы себя называете нимфоманкой Скажите, пожалуйста Мне просто интересно о ваших узнать отношениях с мужем Девочки, в браке я была 10 лет Мой брак расторгся И основная причина Это наше негармоничное отношение в постели Почему? Потому что Я считаю, что секс должен быть регулярно, ежедневно А у моего экс-супруга Было все с точностью да наоборот Так, подождите Но проблема состоит в том, что вам необходим один мужчина для ваших сексуальных развлечений Или это должны быть постоянно разные? Если мужчина полностью удовлетворяет женщину в постели, меня лично То я думаю, что можем остановиться на одном Но не могу, если честно, обещать Может тянуть на других, да? Можем быть Я вот хотела бы у экспертов, у сексологов нашего Дайте, пожалуйста, микрофон узнать Скажите, пожалуйста Бывает же такое, что у партнеров, вот уже в браке, есть разная половая конституция И вообще, что это такое? Расскажите нам Конечно, однозначно бывает разная половая конституция Есть слабая, средняя и сильная Но, похоже, у нашей гости она сильная А у экс-супруга, похоже, слабая Ну или средняя Это нужно хотя бы видеть этого человека Чтобы какую-то характеристику давать Но по тому, что вы говорите о потребности Это, похоже, она у вас сильная И как-то я бы вас даже не сильно называла нимфоманкой А вот про какую-то такую сильную потребность в сексе Спасибо большое Света, то есть получается, что у вас любовь без секса невозможна? Или вам не обязательно любить человека, чтобы заниматься с ним сексом? Или наоборот, секс не нужен для того, чтобы любить? Как ваша позиция? Во-первых, в первую очередь нужно сойтись в постели Должна быть гармония в постели Любовь приложится Не может быть любви, если в сексе проблема Не может быть ее Не бывает любви вопреки Я не верю в это и никогда не поверю А с мужем любовь была? В первые полгода, наверное, да То есть это было влюбленность? Это было очень давно Да, это была скорее влюбленность Как хорошо, что у нас в студии есть любвиолог Который может нам рассказать об этом поподробнее О любви, сексе и всем вытекающим обстоятельствам Ну, знаете, если сравнивать два организма, допустим, растения и человека То секс для человека является то же самое, что корень для растений Все мы любим цветы в вазах, вот без корда Но они быстро засыхают Все-таки целостное растение, оно дольше у нас держится Поэтому секс для нас это Он может превратиться в любовь Он идет в начале, да То есть он определяющий отношения Если не будет сексуального влечения То любовь, она тоже будет неполноценной Ей неоткуда будет брать силы Спасибо Светлана, для того, чтобы найти нового супруга Вы пробуете интимные отношения с разными мужчинами, да? Да, конечно И если мы подходим друг к другу, то можно уже... А вас не пугает такое мнение? Подождите, а как понять, что вы подходите друг к другу? То есть сначала же ничего не видно Или, как говорится, что на витрине, то и в магазине Как вы понимаете, что этот человек вам подходит? Если он мне в сексе подходит, то можно уже разговаривать на продолжение отношений Можно разговаривать Сначала не надо разговаривать, а потом... Это не повод для знакомства Секс – это не повод для знакомства А у вас есть какие-то критерии оценивания? Например, продолжительность интимных отношений, магазин. Обязательно, девочки. Но я вам хочу сказать не размер магазина, а умение им управлять. То есть не бревно. Менеджерский подход должен быть. Ага, хорошо. А вот такое мнение, знаете, бытует, что если у женщины много половых партнеров, то она считается априори уже легкого поведения. Вы не сталкивались с этим конфликтом? Моя непорочная репутация не страдает. Ну вы что? Конечно. Как этому научиться? Интересно. Светлана, а вам не кажется, что вы обошлись со своим мужем очень резко и неправильно? Вот некоторые пары, например, посещают магазины для укрепления семьи, экспериментируют со своими интимными связями. Вы пытались как-то это делать? Как-то стимулировать своего партнера повышать интерес к себе? Может быть, ваш партнер вас тоже хотел что-то поменять? Я 10 лет была в браке, и 10 лет я совершенствовалась и пыталась совершенствовать свою семью. Естественно, походы в секс-шопы, гид по секс-шопу. Я предлагала, пойдем вместе. В 21 веке, в наше время, сейчас это очень развито, это тренд. Пойти вместе к сексологу, пойти вместе к психологу, гид по секс-шопу, всевозможные практики, духовные практики, телесные практики. Ну и что, почему? Ничего не давала результата? Ничего. Ходила только я, естественно, мне было это еще интересней. Естественно, я больше этому училась. То есть это не просто должен был быть секс, это особый ритуал. Я получила эти знания, и они просто были знания, а практики не было, потому что вот он был то, что было в Советском Союзе. Свет, ну вот вы говорите, что ходили на всякие практики, повышали себя духовно, интеллектуально, эмоционально и тому подобное. А какой-то необычный опыт у вас был? Необычный опыт? Да, да, например, с женщинами. Я предпочитаю... Не стесняйтесь, не стесняйтесь, называйте вещи своими. Я, наверное, да, еще, когда мы пляжи. Возможно, вы думали о том, что вам уже не хватает одного сильнодуховного мужчины и стоит уже двух сильнодуховных мужчин сразу? Сразу, одновременно. Если мне недостаточно одного мужчины, то, естественно, плавненько подготавливается другой. То есть вы не отрицаете этот вариант? Я не отрицаю, в плане того, что я ухожу к другому мужчине. А, то есть вот так. Но только это не резкий разрыв связи происходит, а подготавливаю я себя для того, чтобы мне перейти на другой этап, к другому мужчине, который еще может или уже может. Понятно. Я хочу спросить у нашего звездного гостя, нашего современного шоумена, режиссера, рок-музыканта. Скажите, пожалуйста, как вам такая модель женского поведения? У меня будет вопрос к Светлане. Светлана, скажите, а вот ваши ощущения, да, вы называете себя нимфоманкой, да? Что вы чувствуете? Вы постоянно хотите секса? Что это за ощущения? Просто очень важно понять вот внутреннюю суть данного вопроса или проблемы, как это уже вы считаете сами? Это абсолютно не проблема. Я счастливый человек. Почему? Потому что во время секса выделяется самый главный гормон радости. У меня нет злости абсолютно никогда. Эмоционального напряжения абсолютно нет. Я уравновешенная, у меня гормональный фон абсолютно налажен, эмоциональный фон абсолютно налажен. И для этого вам нужно постоянно заниматься сексом? Для этого, да, девочки и мальчики, да, регулярно нужен секс. Я рекомендую. Минимум один раз в день, но... А что думает Владимир Андронаки? Я просто ошарашен тем, что я слышу вообще. Не сталкивались, да, с этими женщинами? При том, что я не вижу ничего необычного в даме нашей гости. Абсолютно нормальная женщина. А что такого, как она ведет себя? Она ведет себя совершенно нормально. Благородно по отношению к мужчинам. Она никого не обманывает, ничего. Все нормально. А вы не обманываете мужчин? Нет, не обманывая, я ему сразу говорю, что, прости, дорогой, тебе нужно, наверное, немножко еще подучиться. А есть ли серьезные отношения? Вот так, ребром вопрос. Хочу, Света, с тобой семью и детей от тебя хочу. А вы сердце разбили? Ну... Вам сейчас это не надо? Слабенький мужчина. То есть не попадались? Ну, сколько таких мужчин? Дело в том, что я полтора года как не в браке, но я еще и не устала. Не ищите пока серьезных отношений. Понятно. Я хочу уточнить, а чего вы прицепились к СССР? Вы не знаете, как там было в постели? А мы не цеплялись. А расскажите нам, Владимир, пожалуйста. Я не о вас, я говорю о СССР. Как было в СССР? В СССР секса не было. У нас уже упомянут СССР как отстой какой-то там. Еще вспомните фразу на заре этого перестройки, когда говорили, что в СССР секса нет. Ну, что вы придумываете? В СССР был замечательный секс, я вам скажу. Просто о нем никто не знал. Спасибо большое. Мы обязательно вернемся к теме, обсудим ее поподробнее, а также познакомимся с еще одной нашей героиней, но после небольшой паузы. СССР серьезно? Ни разу? Лучше быть старой девой, чем, извините, проституткой. Но под одеждой-то они голые. Сегодняшняя молодежь считает, что если девушка сохраняет детственность до брака, это значит, что она просто не востребована и никак не привлекает противоположный пол. Я считаю, что это не так. И этим подтверждением будет сегодня наша героиня Маргарита. Встречаем! Зовут меня Маргарита. Мне 27 лет. Отучилась я на повара-кондитера. Сейчас работаю, правда, продавцом. Увлечения. Увлечений на самом деле очень много. Я люблю печь торты. У меня все подружки заказывают постоянно на дни рождения. Там, детям, мужьям себе. Что еще? Рисовать очень люблю. Слушаю музыку, больше классическую. Люблю читать книги. Ну, классику, естественно, больше. Ну, стараюсь интересоваться и современной литературой. Катаюсь на велосипеде, на роликах. Ну, в общем, веду... Стараюсь вести активный образ жизни. Не считаю, что я могу кого-то осуждать, да. Но моя позиция такова, что я считаю, что женщина должна беречь себя до брака, ждать своего одного, единственного мужа. Ну, меня так воспитывали просто родители. И вот эти гражданские браки, ну, я не совсем понимаю. Я не считаю, что нужно попробовать, да, как говорят, надо попробовать, надо пожить. И сколько можно пробовать? Можно так пробовать один раз, да, и выйти замуж, а можно попробовать 20 раз, 30 раз. И это уже женщина нечиста. Если женщина нечиста, как она будет смотреть в глаза мужа, в глаза своим детям, да, и родителям, в конце концов, которые ее воспитывали, да, в чистоте, рассказывали, как должно быть. Маргарита, скажите, как вы все-таки к этому пришли? Ну, воспитание родителей, это хорошо, да? Алена, подожди, самый главный вопрос. Маргарита, серьезно? Ни разу? Вот видишь, Оля, а что ты этому удивляешься? Почему? Ну, подожди, в смысле, почему? Что значит здорово, Света? У меня, например, есть знакомые, которые тоже хранят себя. А, до первого брака. И? И разве это здорово? Ну, я считаю, что да. Вот давайте мы послушаем нашу героиню. Как вы к этому пришли? Я считаю, что это правильно. Ну, вот повторюсь, меня так воспитывали родители, что женщина должна быть чистая, да, и первый секс, извините, должен произойти все-таки в первую брачную ночь. Вы даже боитесь произносить это слово. Да, извините еще раз это слово. Извините. Извините. Извините, Маргарита, но все-таки в нашем современном обществе секс – это очень важно. Это норма, дача, секса. И, возможно, вы не находите себе молодого человека, потому что именно в этом и проблема-то состоит. Подождите, почему не нахожу? У меня был молодой человек, мы с ним встречались, он обещал жениться. И как он относился к тому, что вы себя храните до брака. Вот я с тобой встречаюсь, все хорошо, но будем жить мы с тобой вместе только… После брака, конечно, да. Я считаю, это верно. А вот Светлана говорит, что партнеру в любви должен быть хороший секс. Да, партнеру надо проверить. Вы не боитесь, что потом будут в этом проблемы? Нет. Нет, да, то есть вам главное… Алена, Маргарита не боится, потому что она не понимает. Она не боится, потому что она не понимает. Вот ты никогда не прыгала, допустим, без парашюта, да? Ты не боишься, потому что ты не понимаешь. Тебе не страшно. Извините, это же не колбаса в магазине. Что значит выбирать, пробовать? Конечно, пробовать надо. Что скажет наш сексолог, пожалуйста? Ну, скажу, что однозначно каждый может сам выбирать, как ему жить. И если вы выбираете быть девственницей из каких-то там высоких ценностей, целей, убеждений, однозначно ваш выбор, и этим вы никому точно не вредите. Ну, а тут есть другой момент, что если этот ваш выбор, ну, вот такой вот чистой, да, женщины, прикрывает ваши какие-то страхи, комплексы, блоки, зажимы, то это уже минусы больше для вас. Ну, нет встречи с самой собой в этом месте. Маргарита, нет у вас такого ощущения или страха внутреннего, что вы останетесь, так сказать, старой девой? Потому что это тоже очень важный вопрос для современной девушки. Вы знаете, я считаю, что лучше быть старой девой, чем, извините, проституткой. И перебирать мужчинами, как, я не знаю, фруктами в магазине. Одно попробовала, не понравилось, выкинула, взяла второе. То есть позиция Светланы, вы считаете Светлану тем словом? Да. Кошмар. Ну, зато это честная позиция. Мне кажется, где-то вам надо подойти просто. Зачем? Да ладно. У каждого человека есть свое мнение. Дайте слово, пожалуйста, Владимиру Андронаке. Вот он смотрит на все такими глазами, как вам позиция нашей дорогой Маргариты. Когда старую деву спросили, почему она не выходит на улицу, она ответила, там же мужчины. А ей говорят, ну они же одеты. Она говорит, ну под одеждой-то они голые. Это я к тому, что, может быть, страхи несколько преувеличены. А вообще, самая главная беда или опасность для девственниц – это любопытство. Им не надо быть любопытным, и тогда у них будет все хорошо. То есть не надо любопытничать, да? Подожди, а мне кажется, надо любопытничать, Маргарита. Во мне было любопытно, откуда берутся дети. Я думаю, она взрослая женщина, она это знает. Давай спросим. Ну подождите, в школе все проходили, мы все прекрасно знаем, откуда берутся дети. Хотите детей? Ну естественно, хочу детей, мужа, нормальную семью. Сколько у нас просто в мире даже, смотрите, есть дети, да, но нет мужей. А все из-за чего? Из-за того, что некоторые, извините, дамы ведут себя достаточно легко, и из-за этого у мужчин пропадает уважение к женщине как таковой. То есть как к товару в магазине относятся. Маргарита, ну вы понимаете, что без секса у вас не будет детей? Ну почему у меня не будет секса? У меня будет секс, просто он будет после свадьбы. Он будет с одним, единственным, с мужем. Хорошо, существует ли вообще в принципе такой мужчина, который может покорить вашу девственную цитадель? Ну, вы хотите спросить, какой он должен быть? Какой, да. Как он должен вас завоевать? Рыцарь на белом коне или не на белом? Ну, он должен быть честным, умным. Ну, естественно, ценить то, что ему достанется в жены все-таки чистая девушка. Не должен перебирать с женщинами и гулять направо и налево. Вот, как по мне, мне кажется, на сегодняшний день это даже популярно. Им больше нравится, когда девушка чистая, когда она неопороченная, когда он действительно владеет, только он ей владеет всю жизнь. Вот я бы хотела задать вопрос нашему звездному эксперту. Как вы думаете, вот вы как мужчина, вам было бы большое удовольствие иметь в жёнах девственницу или опытную женщину? Быть первым для любого мужчины – это всегда важно, да? Проскопка. Для мужиков, для мужиков это именно так. Ну, давайте честно и откровенно, да? Подождите, мне кажется, что это в разные возрасты воспринимается по-разному, да? Наверное, для какого-то… По всей видимости, да. Для какого-то мальчика, возможно, но уже для такого опытного мужчины, наверняка какие-то другие уже приоритеты ставятся. Дайте Владимиру Андронаке тоже микрофон. Максим, говорите, пожалуйста, скажите. Пожалуйста. Ну, известный же есть анекдот, когда у Рабиновича спрашивает, ваша жена была девственницей, когда вы с ней поженились? Он говорит, ну, одни говорят, что да, а другие говорят, что нет. Ну… Так что, а если спросить у, так сказать, докторов, у медиков, то они скажут, что не всегда ты и разберёшься. Ну, так что, вы знаете, всё это условно. Если мальчик хочет, чтобы вот убедиться в том, что он женился на девственнице… И он первопроходит. …то женщина это сделает ему, сделает этот подарок, ему будет приятно. Но в чём проблема-то? Ну, спасибо. Знаете, скажите, пожалуйста, часто ли вас обзывают… Ну, чего уж… …скрывать… Да, вот этим самым словом «прости». Я вам ещё раз повторю, что моя честь и совесть непорочна вместе с репутацией ей. Потому что… Почему честь и совесть у вас прям такая твёрдая? Да, она у меня непорочна. Почему? А какой честь вы говорите, если вы направо, налево? У меня это не направо и налево, на трассе Е95 я не стою. Я за секс не получаю деньги, проститутки за секс получают деньги. Я получаю максимальное удовольствие, духовное, душевное, физическое удовольствие. И у меня с головой все говорят, я неверно людей не хочу убивать. У меня в глазах радость и счастье, в отличие от вас, несчастная женщина-девственница. Ну, подождите сразу, несчастная. И вот всё-таки хотим договорить с нашим экспертом, вот всё-таки неприятно, да, будет, когда вы с девушкой поженились, да, а она и так в сексе, и так, и в разных позах. И вы такие, ого, как ты умеешь. А она такая, да, у меня большой опыт. Вот было бы вам приятно такое вообще видеть и слышать? Ну, я сказал, да, мнение, то, что, ну, лично для меня, да, как для мужчины, очень важно, чтобы это была девственница, да. Но, с другой стороны, у меня как-то сразу есть совет. Я вам советую поторопиться не потому, что часики тикают, а потому что 27 лет, и вы можете разочароваться в сексе. Пойду. Марго, скажите, пожалуйста, вот сейчас существует очень много методик по восстановлению этой самой девственности, то есть вы можете попробовать, потом восстановить. Подождите, о восстановлении совести, о восстановлении каких-то моральных устоев, кто это восстановит? То есть вы считаете, что Света, она без моральных устоев, без каких-то бессовестных, Света, вы бессовестная женщина, которая в глазах. Света, что ваши родители считают о вашей жизни? Я хочу сказать, что когда мне исполнилось в паспорте 18 лет, я стала уже взрослой, сильной и независимой. Я думаю, что нужно заглядывать периодически в паспорт и переживать по поводу того, что думают родители. А по поводу вашей жизни, вот смены постоянного партнера? А вы родители мои здесь при чем? Ну так они же знают, что... Мне 31 год. И что вы их не посвящаете в свою жизнь? Я взрослая самодостаточная женщина. Я взрослая самодостаточная женщина, которая обеспечиваю себя, обеспечиваю своего ребенка. У меня прекраснейшая работа своя. И я думаю, что им есть чем гордиться. Мне кажется, надо посоветоваться с сексологом по поводу того, как влияет вот это долгое хранение целины, долгое хранение девственности. Потому что, мне кажется, для женщины это, опять же, гормональные сбои, какие-то психосоматические, психологические проблемы и моменты. Ну вот смотрите, женщины-монашки не живут меньше, чем целомудренные, да? Не живут меньше, чем женщины, которые гармонично живут половой жизнью. Это связано с тем, что они свою сексуальную энергию сублимируют в другие отрасли. В творчество, в духовное развитие, в развитие профессиональное и так дальше. Опять же, тут важно то, чтобы женщине было гармонично, чтобы она прожила гармоничную жизнь. Чтобы ей было комфортно. Комфортно. Спасибо большое. Мы в этой студии пытаемся разбирать все стороны, все проблемы. И, Маргарита, вот такой вопрос к вам. Если все-таки... Надо признать, что ваша ситуация, она все-таки нестандартна. И, возможно, у вас это случилось, потому что вас кто-то обидел, да? Или кто-то сделал замечание по этому поводу. Или над вами смеялись сверстники. Угнетения от своих сверстников в подростковом возрасте мужского, женского пола не было? Было. Было? Почему? Ну, потому что не такая, как все. Почему не такая? Потому что все вот в 14-15 лет бегут попробовать, потом извините, лечатся от венерических заболеваний и так далее. Может быть такое, кстати, да. Особенно среди молодежи. Ну, потому что надо все делать с головой. Но мне вот что интересно, неужели... Пока голова в 14 лет, извините. Ну, у кого есть, у кого нет. Ну, а мы всего не знаем от каждого. Ну, тут свет и была голова, пожалуйста. Мне просто, знаешь, что интересно? Маргарита, вы ощущали вот эту возбужденность сексуальную? Самое-то чувство наполняющее. Вот это самое чувство. Неужели его не было и никогда не хотелось? К вашему молодому человеку. У вас же он был? Молодой человек был, да. Я его очень сильно любила. Но так случилось, что он изменял мне. Так, естественно, не давать мужику. Вы знаете, у меня есть прям в жизни пример, когда тоже девушка встречалась с молодым человеком, у них не было интимной связи, прям до брака. Вот, я думаю, что он ей изменял не потому, что у них не было секса, а потому, что это такой партнер. А мне кажется, Алена, что он изменял ей, потому что не было секса. Ну, сколько людей, столько и мнений. А вот наша следующая героиня, она сумела сохранить свою девственность энергетически. Как она это сделала, мы узнаем после небольшой паузы. Эх, стану девственницей. Светлана, мне кажется, лукавит. Срывает бутон и ходит по цветнику. Расскажите поподробнее свою историю. Что это за волшебство такое для женщин? Соглашусь с Максимом, он сказал, что мужчине важно быть первым. И я была замужем, у меня был замечательный супруг. Но настал момент, когда мы поняли, что нам вместе, как нам отдельно лучше, чем вместе. И мы разошлись. И я изучаю долгое время древние знания, геиш, чаровниц, куртизанок. И хочу сказать, что мужчина подсознательно чувствует, сколько партнеров было у женщин. И Светлана, мне кажется, лукавит. Она говорит, что... Извините меня, только с высокодуховными мужчинами. Высокодуховный мужчина на очень высоких вибрациях. И он по-любому будет чувствовать бывших ее партнеров. И он ее не захочет. И мало того, мне кажется, и у мужа на нее не стоял. Именно потому, что он чувствовал ее предыдущих партнеров. У мужчины это на энергетическом уровне вызывает нежелание и отвращение. После своего замужества я сделала очень много медитаций, практик. И сейчас, да, опять жду своего мужчину, достойного, любящего. И готова строить гармоничное, любящее отношение. А мне интересно, что делать, если попадется мужчина, вот как вы говорите, любит быть первым, да? А может, он вот действительно любит быть первым, срывает бутоны, ходит по цветнику и идет дальше потом, искать еще один бутон. Я не поняла вашего вопроса. Ну, смотрите, мужчина ищет себе целенаправленно девственниц. И вот Маргарита, например, ему отдастся, а он потом пойдет и еще одну будет искать. Подождите, Маргарита целомудренная девушка. Издревле у целомудренной девушки есть огромная внутренняя сила и интуиция. Она почувствует своего мужчину. И мужчина как раз-таки ей попадется высокодуховный, а не кобель. Вы сейчас в амплуа девственницы находитесь? Да. То есть вы сейчас проживаете жизнь девственности. Что скажет наш сексолог? Пожалуйста. Что именно вы хотите услышать? Я хочу услышать, как вообще можно использовать эту духовную девственность. На самом деле, я считаю, что если девушка лишилась девственности, то зачем себя потом как-то обманывать и говорить о том, что я вот уже снова она. Я не говорю, что я девственница. Я говорю, что у меня энергетика чистая. Физически, конечно, нет. Я что, сумасшедшая, что ли, говоришь, что я девственница? Ну, конечно же, физически я не девственница. У меня ребенка уже семь лет. Но энергетически я чистая. Скажите, пожалуйста, а что делать с такими мужчинами? И существуют ли они в природе? Ну, наверняка есть, которые вот ходят, срывают бутоны. И как на такого не попасться? Ну, на самом деле, в любом случае, для всех это опыт. И для мужчины, и для той, которая попалась. Значит, ей нужен как раз такой мужчина, чтобы прожить этот свой опыт. Сделать какие-то выводы и вырасти в этом месте. И в следующий раз выбирать мужчину уже, который более, что ли, духовного развития, стрессоустойчивый, так скажем, сильный и более выгодный самец для продолжения рода и семьи. Света, а не хотели бы вы так вот, эх, станут девственницей энергетически? Я хотела сказать, что нужно прекращать курить, или что там делают наши девушки, которые энергетически становятся... Девушки не курят и не употребляют алкоголь. Которые... А вы, Светлана, одели ярко-красный образ, это агрессия, а черный, это защита. И вы такое ощущение, что вы доказываете. Мне хорошо, мне хорошо, доказываете миру. Но внутри у вас это не чувствуется, этого контекста. Такой, вот мне хорошо, люди, мне хорошо. Такое ощущение, что у вас какая-то травма, и вам нужно доказать что-то миру этому. Может быть, вас в детстве не признавали. Может быть, вам не давали подтверждение, что вы нужна. Женщина, которая ищет много мужчин, у нее папа не давал признания, что она нужна, что она важна. Загляните в себя. Это с какой точки зрения? С точки зрения психологии. Правда, а я думаю, что с точки зрения психологии у меня все с точностью, да наоборот. А может быть, это вы завидуете Светлане? Я тоже думаю, она сидит и уже очень долго ждет своего такого же приорца, который такой же духовно очищен. Так это же здорово. Значит, у них будут высокие, хорошие, здоровые отношения. И они так и сексом будут заниматься на расстоянии. Да нормально у них будет секс, они же нормальные люди. Да, конечно, я изучаю центрические практики, я же говорю, я изучаю древние геи, шкультизанок, я все это знаю. И мой мужчина получит столько энергии. А вы замужем? А вы замужем? Он не энергии хочет, секса хочет мужчин. Голубь. Подождите, Алена, можно вот я спрошу у Владимира Андронаки, как он относится к энергетическим девственницам? Вот встретится ему женщина на пути и скажет, Владимир, я энергетическая девственница. А что вы ей ответите? Знаете что, я вот слушаю Свету, смотрю на нее, совершенно спокойная, уверенная в себе женщина. Ничего она никому не хочет доказать, она просто о себе рассказывает. Она самодостаточна в работе, в личной жизни, она никого не обманывает, ни за кем не бегает, что-то ее записали непонятно в кого. Да, у нее вот совершенно положительная какая-то вот от нее идет, я не знаю, аура. А Дамас, которая чистит чакры свои, вот, ну она молодец, это надо, наверное, совершенствоваться, но она очень взволнована чем-то. У каждого человека своя природа. Кто-то экстраверт, кто-то интроверт. Если я темпераментная, у меня такая природа, это не значит, что я какая-то нервная. Я просто замер перед вами в глубоком пардоне, но... Ну просто вам точно, вот, не хватает хорошего знакомства, с хорошего знакомства. А высокодуховный, и тут, как было сказано, высокодуховный самец, я хотел представить себе это, но я не смог соединить эти два слова. Высокоморальный мужчина, который заботится о своей женщине и хочет с ней сделать семью. Можно сказать высокоморальный мужчина, или надо говорить высокодуховный самец? Это, слушайте, что вы из мужиков делаете, непонятно кого. У мужчин тоже есть душа. Возвращение двух природ, человеческой и божественной. А-а-а. Давайте спросим нашу следующую героиню Майя. Скажите, что вы думаете по поводу истории Светланы и Маргариты? И мне интересно узнать все-таки историю Майи. Лично, да. Знаете, не хотелось мне вспоминать мой первый союз. Я выходила замуж 19 лет девственницей, родители подсуетили мне высокостатусного мужа, который был старше на 9 лет. Очень красивый, симпатичный, но уже сейчас я понимаю, почему произошел развод. Я не знала мужчин до него. И в природе это называется кролики. Ну, сейчас он живет в Италии, поэтому я могу об этом говорить. То есть физиологические данные прекрасны. Сексуальная совместимость прекрасная. Но мужчина даже не успевает вдохнуть, вздохнуть, и у него происходит семиизвержение. Девочки, это ужасно. Вопрос у меня назрел. Что делать, если мужчина хорошо зарабатывает, и привлекательный, и хорош собой, и весь такой положительный, а в постели? Теперь у вас не будет ошибок по выстраиванию сексуальных совместимостей. Да ладно? Да. Серьезно? Давайте покажем. Почему так? Так. Чем собственно дело? Узнать или измерить рост своего партнера. Прежде всего свой. Так, записываем. Рост партнера и свой. Рост и длину ноги от выступающей тазобедренной косточки до пола. И мы делим свой рост на вот эту длину. И мы узнаем коэффициент. Коэффициент чего? Коэффициент своей сексуальности. То же самое мы проделываем. В плане желаний, в плане выработки либидо или внешности? Это специальная формула по... По уровню потенции. По уровню потенции, да. И совершенно не будет столько разводов, если люди будут знать степень сексуальной совместимости со своим партнером. То есть нужно то же самое измерить, разделить на рост, на длину ноги партнера. Если совпадает коэффициент, то вы идеально андроидная пара. А от этого уже и будут всевозможные достижения целей, успех. Мы тоже успешно занимаемся бизнесом до сих пор. У нас все получается. Владимир Андронаки, скажите, пожалуйста, Вы измеряли коэффициент своей сексуальности, привлекательности и либидо? Я вот слушаю и думаю, а есть здесь женщины нормальные, которые не думают только о сексе? А вы пользовались ранее такой формулой, которую сказала Майя? Прокомментируйте, пожалуйста, Максим. Ну что ж, мы не можем вас оставить. Какая чушь! Какая чушь! Ура, вот я тоже думаю, какая чушь! Алена, в смысле? Ты тоже так думаешь? А что это за предрассудки? Вообще, когда эта формула была выведена? Главное, чтобы человек был здоров, хорошо питался, и чтобы его женщина его возбуждала. Вот тогда потенция будет хорошая, а не размер на ней. Я согласен на все 100%. Ладно, вы просто заодно, наверное, да? Я думаю, что сейчас самое время комфортно перейти к нашему стилисту и к модели очаровательной. Да, пришло время посмотреть уже результаты. Приглашаем визажиста к нам в студию. Виктория, Ирина, выходите к нам. Расскажите, что вы сделали, какой макияж, какие акценты, как должна выглядеть львица. Мы проставили модный нынче акцент на нижнее веко. То есть я подчеркнула ей нижнее веко и сделала пигмент под цвет ее прекрасных глаз. Зеленый пигмент. То есть подчеркнула, соответственно, и цвет глаз. Губы в таком макияже должны быть нюдовые, чтобы не отвлекать на себя внимание от прекрасных глаз нашей львицы. Очень здорово. Спасибо, мне кажется, нам все удалось. Ну что ж, компромисс в таких вопросах найти сложно. Каждый выбирает то, что ему ближе. Мы не навязываем нашему зрителю какую-либо точку зрения. Наши герои рассказывают свои истории, а выводы, дорогие зрители, делайте сами. Мы желаем всем в нашей студии большой любви и вам, дорогие наши телезрители. А с вами была программа «Чат девчат». До новых встреч. Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok